Всем доброго здравия! В эфире видеоблог Великий Цветной и с вами Константин Филимонов. Мы продолжаем говорить о главных киноновинках 2016 года, вспоминая премьеры 2015. Работа над триллером реальных событий Холодной войны объединила усилия одного из самых успешных дуэтов современного кинематографа. Режиссера Стивена Спилберга и актера Тома Хэнкса. Участие в создании сценария приняли братья Коэны, четырехкратные обладатели «Оскара». Всем известно, что кинокартины Спилберга редко обходятся без номинации на премию «Оскар», так что ждем очередных наград. А теперь о сюжете. В центре адвокат Джеймс Донован, вступающий в секретные переговоры с властями СССР о возвращении на родину пилота Гэри Пауэрса, шпионский самолет которого был сбит над Свердловском в 1960 году. Гэри Пауэрса и американского студента Фредерика Прайора обменяют на советского разведчика Рудольфа Абеля. Повторяю, это реальная история, о которой написано более десятка книг, так что Спилбергу надо было только восстановить детали закулисных политических игр. Поклонники Тома Хэнкса связывают со шпионским мостом самые большие надежды. Он реально может получить «Оскар» за эту роль. Мы хотим, чтобы переговоры об обмене вели вы, а не официальные лица. Вы можете предотвратить ядерную войну с Советским Союзом. Я говорю о безопасности нашей страны. А лично я рад, что в этом фильме снялся мой друг Михаил Горевой. Спилберг, понятно, дал ему роль советского злодея, но Горевой не горевал. Миша сыграл свою роль блестяще и не затерялся рядом с прославленным Томом Хэнксом. Миша, я рад за тебя и горжусь дружбой. А сам фильм при бюджете в 40 миллионов долларов в прокате собрал в 140. Посмотрите этот фильм, советую. Но есть и другие голливудские фильмы, которые откровенно разочаровали. И главным разочарованием 2015 года стала кинокартина Анджелина Джоли «Лазурный берег». Сюжет. Середина 70-х. Бывшая танцовщица Ванесса и ее муж, американский писатель Ла Рональд, путешествуют вместе по Франции. Понемногу они начинают отдаляться друг от друга, но все меняется, когда супружеская пара задерживается в одном тихом приморском городке. В общем, ревность, истерики, взаимные оскорбления и одним словом бред, но не пит. Вспоминаю с улыбкой. Все мое детство прошло на хоккейной площадке и возле кинотеатра, где мы тусовались. И был у нас прикол. Если фильм тебе не понравился, то выходя из кинотеатра, расхваливаешь его своим приятелям, которые это кино еще не видели. Что называется во всех красках и лицах. О, блин, такой фильм клевый, офигенный, зашибись, ну и так далее. Это для того, чтобы не быть идиотом в одиночестве. Так вот, вспомнив молодость, хочу сказать, о, блин, такой клевый фильмец, зашибись. В общем, если хотите впустую потратить время и деньги, то обязательно идите на фильм «Анджелина Джоли. Лазурный берег». А теперь вспомним другой фильм 2015 года. И здесь я отмечу кинокартину, которая лично меня заставила переосмыслить очень многие жизненно важные моменты нашей повседневной бытовухи. Итак, фильм «Училка» меня разорвал. И в первую очередь это благодаря прекрасной Ирине Петровне Купченко. Гениальная работа гениальной киноактрисы. Объясню для непосвященных. В кино есть такой термин «отрицательное обаяние». Это особая, тончайшая, филигранная техника актерского мастерства. И Ирина Петровна Купченко блестяще управляла своим отрицательным обаянием на протяжении всего фильма. Одновременно хотелось и задушить ее героиню, и защитить. Оторваться невозможно. Пройди по классу и собери все электроприборы. Я вдолблю ваши пустые головы в одну очень простую вещь. Вы в пустое место. А теперь о втором главном герое фильма «Училка». О пистолете. Да кто вас боится? После просмотра фильма мои дочери убеждали меня. Пистолет в фильме – это символ силы. Я объяснил дочерям, пистолет – это оружие слабых. Недаром говорят, если слово не бьет, палка не поможет. И кинокартина «Училка» – это рассказ, страшный рассказ о слабых людях. Очень много правды в этом фильме. Пусть это киношная правда, то бишь утрированная. Но лучше сейчас ее принять, чем потом, когда в чьих-то руках настоящий пистолет возникнет, и тогда уже пощады не ждите. Мой совет – посмотрите фильм «Училка». Обязательно. Американцы очень трепетно относятся к своей истории и героям, которые не боятся идти против коррупционной системы. И как иллюстрация к вышесказанному социальная кинодрама 2015 года «Защитник», основанная на реальных событиях. Идем по сюжету. Америка потрясена чередой неожиданных, необъяснимых смертей знаменитых игроков в американский футбол. Разгадать загадку гибели спортсменов предстоит молодому талантливому нейрохирургу. Но, как оказалось, не все готовы услышать жесткую правду. Я обнаружил совершенно новое заболевание. Периодические сотрясения душат мозг. НФЛ не будет с тобой разговаривать. Ты включил свет и дал имя ее самому страшному монстру. Ты объявил войну корпорации, которой принадлежит целый день недели. В этом фильме снимались одни из самых востребованных голливудских киноактеров – Уилл Смит и Алик Болдуин. Это что-то с чем-то. Их прекрасной игрой не перестаешь восхищаться. Режиссер Питер Ландесмен не выходит за рамки традиционной драмы, но его прямолинейная манера повествования очень выгодно смотрится благодаря сильному актерскому составу и динамичному сценарию. В эту историю было бы очень сложно поверить, если бы она не была правдивой. Порой жизнь требует, чтобы ты сдался. Но порой это невозможно. Вот такое вот оно, голливудское кино. А пока всем пока. С вами был видеоблог Великий Цветной и Константин Филимонов. Увидимся в кинотеатре.